Благодаря Иисусу Христу мы празднуем Пасху. А суть Пасхи и заключается в покое и надежде. За несколько десятилетий служения в церкви, в поездках у меня бывали просто незабываемые моменты. Один из них произошел много лет назад, когда я летел на инаугурацию президента университета, где я должен был произнести вступительную молитву. Это был короткий перелет на небольшом двухмоторном самолете. Мы пролетели уже полпути до нашего пункта назначения, как вдруг правый двигатель взорвался, разбрызгав горящее топливо по всей правой части самолета. Самолет был в огне и летел в штопоре по направлению к земле. Я приготовился умирать. Невероятно, но падение погасило пламя. Пилоту удалось запустить второй двигатель и благополучно приземлиться. И я даже успел на инаугурацию вовремя. На протяжении этого драматичного и неожиданного происшествия я был на удивление спокоен. Вся моя жизнь пронеслась передо мной. Приближаясь, как казалось, к неминуемой смерти, я испытывал покой. Я знал, что мы с женой запечатаны друг с другом навечно, и к нам запечатаны наши дети. Благодаря Господу я знал, что мы все снова будем вместе. Я был спокоен и готов предстать перед Создателем. В прошлом году мы все имели дело с драматичными и неожиданными событиями. Посреди такой неопределенности есть только один способ ощутить покой. Настоящий покой, превосходящий всякое понимание. Этот покой можно обрести благодаря вере в Господа Иисуса Христа. Когда Спаситель пострадал за наши грехи и слабости, когда Он умер на кресте и восстал вновь, Он переписал историю человечества. Благодаря Ему нам не придется в одиночку справляться с нашими слабостями, грехами и страхами. Благодаря Ему смерть — это не конец. Воскресение придет ко всем, кто когда-либо жил. Благодаря Ему семьи могут быть вместе навеки. Благодаря Иисусу Христу мы празднуем Пасху. А суть Пасхи и заключается в покое и надежде. В это вербное воскресенье я приглашаю вас сделать следующую неделю поистине святой, помня не только о пальмовых ветвях, размахивая которыми люди славили Иисуса, бежавшего в Иерусалим, но также помня о Его руках и ладонях. Согласно словам Исаии, Спаситель обещал, что никогда не забудет вас. «Вот, Я начертал тебя на ладонях Моих». Итак, после всего, что Иисус Христос совершил для вас, я призываю вас сделать на этой неделе что-то такое, что поможет вам следовать Его учениям. Например, сделать свои молитвы более искренними, или простить кого-нибудь, или помочь другу в нужде. Вы можете уже сегодня приступить к новым духовным исканиям. В эту Пасху я призываю вас сосредоточиться на Спасителе. Если вы ищете место, где вы могли бы поклоняться Богу, присоединяйтесь к нам. Пасхальное воскресенье, Всемирная Генеральная Конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней будет наполнено сосредоточенными на Христе посланиями и музыкой. Мы соберемся виртуально, чтобы поклоняться нашему Искупителю. Присоединяйтесь к нам. Приглашайте своих друзей. Иисус Христос жив. Как воскресший и искупивший нас Спаситель, Он готов помочь нам возрасти благодаря многим драматичным и неожиданным событиям нашей жизни. В эту пасхальную пору давайте же будем поклоняться Ему и восхвалять Его за те покой, надежду, свет и истину, которые Он несет нам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok